Особенности какие? Первое, значит закон это распространяется только на физических лицах. В отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. Поэтому положение, и еще вот здесь отметить вот в этой особенности, положение закона относится только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов. Взаимодействие коллекторов с третьими лицами, по которым в законе понимается члены семьи, дети и так далее, должника и родственники, проживающие с ним там соседи и так далее, будут осуществляться только при согласии должника. Вот я дам согласие, пожалуйста. А третье лицо имеет право от этого отказаться. То есть вот этот очень четко подписан конкретно пункт. То, что сегодня могут терроризировать и маму, и детей, и родственников и так далее. В законе, раньше на догадках все устроено, четко прописано. Он ограничивает общение взыскателя с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю. Не чаще одного раза в неделю. А звонками не чаще двух раз в неделю. Сделали два. Причем запрещает сообщение в выходные дни с 20.00 до 9.00, ну ночное время, и будние дни с 22.00 до 8.00 утра. При этом коллектор обязан в течение трех лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие взаимодействие с должником. Ну здесь тоже очень написано неясно и скользко. Ну потерял я. Как их хранить? Я понимаю, когда в отдел ЗАГС мы сдаем кадровые документы, особенно при банкротстве предприятия, связанном с пенсионным делом и так далее. А здесь вот тоже. Ну это само собой разумеющий пункт, но очень важно записан. Не допускается применение физической силы, угрозовое применение, причинение вреда здоровью, повредение имущества, психологическое давление, введение заблуждения. 10 миллионов, они в реалии должны были быть на счету компаний. Останутся сколько компаний у нас здесь? Здесь нужно об этом уклончиво говорить, о том, что на сегодняшний день может остаться одна, либо две, либо три компании. Либо могут продолжить все остальные, просто заменить свою деятельность, заниматься, будем говорить, от 500 тысяч возвратным долгом и поставить, будем говорить, конкурсных управляющих. То есть конкурс управляющих тоже у него и деятельность направлена на изыскание задолженности, но он не подпадает, согласно этого закона, под этот закон. То есть не надо 10 миллионов держать на счету, просто заниматься будет просроченной задолженностью через исполнительное производство, и тоже, согласно этого закона, мы не подпадаем, если мы занимаемся исключительно не досудебной, а послесудебной, будем говорить, исполнительным производством, то этот закон тоже нас в принципе не касается. Там черным по белому написано, это банкротство физических лиц, это третейское судебное разбирательство, также гражданское и аргитражное производство. Прогнозы пока делать рано, но думаю, что деятельность будет набирать более обороты, потому что если сейчас суды общей юрисдикции, они загружены, я говорю, подали заявление в мае, рассмотрение в сентябре, то есть дальше даже страшно представить, что это будет, если все будет через суд общей юрисдикции проходить. Поэтому третейские суды это как раз-таки выход из данной ситуации.